здрасьте здрасьте мои дорогие смотрите все просохло я вам обещал ролик как я буду делать здесь все просохло здесь тоже все просохло сейчас на ответ скажу так чуть-чуть капельки тут есть но это я уже ходил с очком друзья аквариум тоже высох внутри вот он вот так вот выглядит вот наша трещинка сейчас мы ее будем сейчас мы ее будем лечить лечить бабушку я хочу сказать что я все это будут вот эту щелочку заделывать просто сверху положив герметик зачистив обезжирив и положив герметик и дому просохнуть и потом залью то есть по сути у меня одно как вот там плавало так и будет как бы плак ну как мы делаем вот это плавающее составное дно да так она но в этом случае вот будет так сказать на вот такое дно похоже вот значит естественно герметик вы этот не сможете ни при каком ни при каких условиях отодрать от стекла вот и он в данном случае просто будет как как герметик работать то есть ничего он там держать не будет он будет именно как как герметик вот поэтому сейчас что я делаю чтобы мне это все сделать тут есть один такой маленький маленький нюансик вам нужно разрезать вот этот вот шовчик вот эту галтельку кусочек этой галтельки вам нужно освободить сейчас покажу как это я делаю значит я ее должен вот такой вот кусочек вырезать ну вот ну и здесь также собственно говоря вот этот кусочек мне нужно убрать до стекла вот вот такой вот я в общем его убрал и вот это вот стекло зачистить здесь и вот здесь друзья ну чтоб герметик прямо за стекло зацеплялся я конечно же не буду заморачиваться с красотой я все сделаю пальчиком не буду никаких швы здесь выводить но тем более он и был сделан пальчиком этот аквариум это еще самом начале так сказать значит чего смысл такой что я сейчас обезжириваю ацетоном ацетон класс кстати классно выгоняет воду да не только жир как бы убирать но еще и воду выгоняет то есть если там какие-то остатки в селях воды будут они просто ацетонных выгонит вот но точнее он испарит их очень быстро вот значит у нас ну вот по сути дела нам нужно вот так вот герметика залить все или все притыкать пальцем да здесь тоже плюшечку притыкать ну и так вот вот этот вот шовчик тоже так пальчиком пройтись чуть-чуть но чтобы он так сказать ну по площадь что ли был потому что из герметика он такой будет выливаться как бы высоко да и не очень ровно как раз когда мы прижмем он такой получится у нас плоский ну не скажу что красивый ну как минимум не уродский шов тем более он будет черный на черном фоне его будет не видно и никто тут не заметит никогда что здесь когда-то проводился какой-то ремонтик ну а потом в будущем конечно же я заменю это стекло просто сейчас нету возможности сделать это стекло ну по финансовым соображениям поэтому я его так вот заклеиваю и ну какое-то время аквариум до лучших времен вот будет стоять вот в таком виде ну и будет свою функцию естественно выполнять на 5 с плюсом короче славик не очку я сто раз так делал вот так такой ремонт в принципе еще можно сказать что актуально делать знаете когда вот ну надо вот быстро сделать и нет возможности снять аквариум у нас такое было с аквариумами покорми рыбку когда ну при неосторожном обслуживании там разбивали стекло на дне вот и надо было в течение вот ну ночи сделать соответственно ремонт то есть оттуда все вытаскивалась ремонт производился вот таким способом не вот только единственное что стекло использовалась сверху ну у меня здесь есть время чтобы герметик просох а там ну не было этого времени поэтому клались полосочки стекла сюда чтобы значит сверху можно было сразу грунт завалить и сразу заваливался грунт и в принципе сразу он запускался вот но мы торопиться нам не к чему мы сейчас сделаем соответственно галтель очку вот эту вот красивую загерметизируем эти вот трещинки обезжирим загерметизируем и у нас будет прям красота 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 готова я чуть-чуть смачиваю палец чтоб он не прилипал сюда не просто так стукай чтобы плюшкой такой стал можно брызнуть и довести красоту до конца собственно говоря друзья это все сейчас я оставляю сегодня этот аквариум завтра завтра я его уже буду заливать всего один день шовчик тоненький там смысле там в принципе ну нечему сохнуть вот и даже особенно там не до сохнет то мне это в принципе без разницы потому что здесь но прочности он еще раз говорю никакой не несет это чисто чисто ну чисто герметик вот значит почему еще без стекла делают да ну вот без вот этих вот ну тупо во первых это дешевле это быстрее и это потом удобнее рыбку там ловить ну то есть у вас не будет сычок зацепляться за вот эти вот стекла я просто хочу сказать что вот прилепление стекла сверху или без стекла вообще никакой разницы нету вот на прочность это никак не влияет единственное что если вы хотите его сразу например я хотел бы его сегодня залить прям прям вот сразу как я сделал герметик так и залить тогда да надо сверху как бы проложить стекло какое-то ну что просто давлением в этот в эту трещину то этот же самый герметик не выдавило понимаете пока он а завтра он схватится ну чё я вам рассказываю я покажу буквально через три секунды вы уже увидите как я наполняю этот аквариум прям машина времени телевидение рулит друзья мои все на следующий день у меня все подсохло здесь ну тогда конструкция там получилось такая же как и две минуты назад только засохшая теперь я собираюсь налить воды но и проверю за ним работает эта система или нет дорогие мои ну нигде пока ничего не течет пока все сухо все хорошо все сухо а это значит что я его сейчас буду подключать к системе вот так вот друзья так вот на развод не можно здесь тоже воды не вижу вот так вот можно полечить аквариум и в принципе друзья ну не видно там этого шва но за исключением от лепившегося черного фона вниз снизу снизу черная пленка приклеена сейчас туда пойдут рыбы так вот пока